Здравия, добрые молодцы и красные девицы! Рада приветствовать вас на моем канале Зарема Муза! Сегодня мы будем кушать вот такой салат. Здесь капуста, помидор, болгарский перец и петрушечка. И помните, я вам про горчицу говорила? Вот я свеколочку отварила немножко, смазала горчичкой. Ой, вкусно! И вот зеленушечку положила с помидорчиком. Я же помидорная душа. Давайте приступим. Кстати, лук, как всегда. Вот, поменяла локацию. Тут прям свет из окна падает на меня. Звук немножко... Такой акустика, наверное, будет, да? Я слышу звук булки. Помещение большое. Ммм! Давайте попробуем. Я еще не пробовала. С моей горчицей сыроеческой. Классная закуска. И к ней нужен чеснок обязательно. Ммм! С чесноком другое дело. Прям вообще классно. Я на свой день рождения ездила в заповедник Шурганташ, государственный природный заповедник. С компанией на трех машинах. Хочу вам рассказать, как... Если вы намереваетесь посетить столь прекрасное место, вкратце вам расскажу, что из себя представляет. Потому что я такой человек, что если я куда-то не поехала, я не буду гуглить это место и не буду про него узнавать. Я обычно вот так вот еду куда-то на Абу, бываю на этом месте, а потом только все про него начинаю узнавать. Так вот у меня в этот раз получилось. Я знала всю жизнь, что есть Шурганташ. Но детали не узнавала. Вот когда съездила, я вот эти все дни читала, изучала, смотрела видео и добывала знания, чтобы поделиться с вами. У нас в Башкирии два заповедника, один национальный парк. Я живу национальной парке. Особо охраняем природную территорию. А Шурганташ это буквально 120 километров. А от Уфы примерно около 400 километров. Бурзианский район. Шикарный. Пока вот одна дорога чего стоит, пока туда едешь. Это просто красотища. Сосновые леса. Обычные леса. Горы, скалы. Дорога не особо хорошая. Я лично знакома с директором заповедника Шурганташ, с Михаилом Николаевичем Косыревым. Михаил Николаевич, привет. Это заслуженный эколог России. Ему присвоили звание заслуженного эколога России. Уникальный человек. Если я буду в течение рассказа плакать, извините меня, потому что я очень национальный человек. У меня жизнь сводит с такими интересными личностями. Когда туда едешь, дорога плохая. Но это ничего страшного, потому что оно того стоит. Сейчас на территории заповедника строится историко-культурный центр. Очень большой. Туда вложено 350 миллионов рублей. Это нужно не только Башкортостану. Это вклад во всю мировую культуру, во всю мировую археологию и историю мира. Когда я предыдущее видео снимала, я вам показывала, что стройка идет полным ходом. Когда до стройки, я обязательно туда еще поеду. Мне очень интересно. Я теперь узнала больше про Шурганташ. Мне теперь вообще сказали, что туда нужно ездить 4 раза в год. Потому что заповедник каждой от этих 4 сезона меняется. Территория заповедника примерно 22 тысячи гектаров земли. Сейчас они номинируются, чтобы войти в ЮНЕСКО. Вот где я живу, он уже входит в ЮНЕСКО. Биосферный резерват. Шурганташ на очереди. Состав ЮНЕСКО. Вообще природа шикарная. На реке Белой находится заповедник. Там устраиваются сплавы. Кстати, недавно наш президент Ради Хабиров с Буржианского района сплавлялся в наши стороны. Если вот так вот по сплаву плыть, если сплавляться, каждые несколько часов вы можете видеть сапсанов, орлов. Очень богата флора и фауна. Краснокнижная вся. Чем богат еще Буржианский район, сам заповедник, это пещера, саму собой, и, естественно, Буржианская пчела. Это Буржианская пчела входит в Красную книгу. В Буржианском районе сохраняют проект по Буржианской пчеле, то есть и по бортьевому пчеловодству. Если коротко, Буржианская пчела вымирает. В Буржианском районе все делают для того, чтобы ее увеличить численность и также развить бортьевое пчеловодство. Буржианский мед очень дорогой, потому что добывается путем бортьевого пчеловодства. Если вам интересно, можете посмотреть, как производится сбор меда и как вообще все это выглядит. Это старинная традиция именно башкир. В мире три вида меда, самые дорогие, самые качественные. Буржианский мед входит в тройку такого классного меда. Начнем с того, что у башкир, у нашего народа существует эпос Урал-Батыр. Это наша культура, это наша традиция. Я участвовала по весне в обряде эпоса Урал-Батыр. Коротко, Урал и Шульган сыновьям Янбике и Янбердей это первые люди планеты по эпосу. Они были бессмертны. Шульган провинился в том, что выпил кровь тотемного животного. После этого человек стал смертным и появился мир хаоса. Как раз в эпосе Урал-Батыр рассказывается, как это все действие происходит, как Урал-Батыр борется за добро, а Шульган-Таш делает все для того, чтобы наоборот был хаос. И говорят, что пещера Шульган-Таш названа в честь вот этого отрицательного героя, старшего брата Урал-Батыра. Шульган-Таш в переводе означает Таш это камень, а Шульган ушла, вода ушла. Вода ушла под камень. Другое название Капова пещера. Говорят это от того, что там сталактиды и они типа капают капель. Но еще другое понятие означает, что раньше эта пещера была капищем, святым местом для посещения, типа как храм. Хочу сказать, что пещера это живой организм. Когда вы куда-то входите, вы можете чувствовать это. Поэтому туда приходили люди, именно даже знаете, это как было? Не всем туда вход разрешен был в свое время. Пещера Шульган-Таш это памятник палеолитам. Примерно люди того времени, когда посещали эту пещеру, это было где-то 16-17 тысяч лет назад. Я изучаю конспирологию давно. И эти даты могут быть конечно другие, потому что, вы знаете, истории сильно фальсифицируют. Но по раскопкам и по наскальным рисункам это очень старинная пещера. пещера мирового значения. Такие пещеры с наскальними рисунками есть еще во Франции, в Испании. И была миграция скорее всего оттуда запада на восток этих людей, которые дошли до Южного Урала. Потому что сначала найдены были настенные наскальные рисунки там, во Франции. Потом они дошли сюда. То есть, скорее всего, была миграция. Смотрите, пещера имеет до 3000 километров ходов. Она полностью не изучена. она имеет три этажа. Посетителем можно быть только на первом этаже. Второй, третий этаж закрыты ввиду того, что микроклимат в пещере меняется, если часто будут туда заходить люди и отдыхание от посещения меняется микроклимат и рисунки. Смотрите, наскальные рисунки они на самом деле находятся на втором этаже. Настоящие. Но туда вход редко из-за микроклимата. нельзя так часто посещать. Туда приходят только научные сотрудники. Был президент третий хоббиров. И если телевидение редко бывает, чтобы заснять. А так посетителям туда вход запрещен. На первом этаже копии этих рисунков также нарисованы охрой. Из чего эти рисунки? Из смеси металла, меди, охры и жира костей животных. Смесь. Поэтому они так долго сохраняются. И почему они так долго сохраняются? Потому что если они так долго сохранились, много тысяч лет, значит микроклимат в пещере был не особо мокрый. я посмотрела много видео по поводу Шульганташа. Я была шумоломлена. Для меня это все открылось новыми гранями. Есть моя землячка, она снимает мистический Брошкатастан целую серию передач. Гузель Хамитова. Гузель Хамитова, привет! Она была в Шульгантаже и все изучала, общалась с научными сотрудниками. Ольга Червецова научный сотрудник Шульгантаж. Ее работа, она 8 лет работает в Шульгантаже. Она рассказывает, как она постоянно заходит по работе в Шульгантаж и как пещера, как живой организм отзывается. То есть бывает такое, что не хочет раскрывать свои какие-то тайны бывают дни, когда бывают дни, что я захожу и что-то нахожу новый наскальный рисунок или какую-то новую находку нахожу. Также она нашла как раз такие черепа, там будут потом рассказываться, когда вы пойдете, экскурсоводы рассказывают, что как раз в эпоху Палеолита 16-17 тысяч лет назад были найдены черепа молодых девушек проломленные. я бы не хотела в это верить, что человек так мог деградировать или так относиться к девушке, убивали для жертвоприношения. Их убивали и уже обезглавленных заносили туда. И говорилось, что это родителям говорилось, что это очень круто, что их дочерей несут на жертвоприношение. Не хочу в это верить, я не могу в это поверить, мне не укладывать это в голове. Но остается факт, что черепа молодых девочек найдены, проломлены. Вот. И говорят, вот жертвоприношение приносили в виде девочек, потому что энергия благочестивой женщины очень важна в каких-то обрядах, чтобы получить, нужно отдать. И мне это не укладывается в голове. Я считаю, что так не должно быть, и может быть это потому что идут тоже споры, может быть это по-настоящему не так. И восстановлена внешность этих девушек, нам есть музей при пещере, при соповеднике. Зайдете туда, посмотрите, установлена внешность этих девочек. Еще я смотрела, как при входе в пещеру есть голубое озеро. Оно сообщается с вот этих ходов выхода пещеры, потока реки сообщается с нашим национальным парком, который находится в Кутук-Сумган пещере с Аказской местностью. Как говорится, как объяснили фридайверы, Кутук-Сумган и Аказка разгружаются в Кабову пещеру, то есть у них есть сообщение. Вот это голубое озеро оно представляет имеет 88 метров. Оно в ширину всего лишь метра три, но в глубину оно 88 метров. Это примерно три девятиэтажки. И фридайверы Олег Гаврилин с его командой ныряли в это озеро. Есть видео. Если вы в Ютьюбе загуклите Шурганташ в голубое озеро, найдете. Оно получается не резко вот так вот вниз 88 метров. А оно так идет и вот так вот и вот так и там 88. Ребята были ошумылены подводным миром этого озера. Про него тоже есть легенды. Река около пещеры Шургантка протекает. Это голубое озеро. Это все легендарное. про наскальные рисунки. Наскальные рисунки изображены на наскальных рисунках изображены животные того времени. Бизоны, верблюда, лошади и мамонты. И вообще, если честно, до сих пор я поняла, что только ученые предположения свои высказывают, что это вообще такое, почему это изображено, трапециевидные формы, что они хотели этим сказать, до сих пор идут только предположения. Я считаю, мое мнение, что мы до такой степени не знаем, как раньше жили люди, что мы только можем высказывать свои предположения. Потому что говорят, что первобытные люди такие. Я считаю, что эти люди были раньше намного мудрее, осознаннее, чем мы сейчас. Я считаю, что мы сейчас немножко деградируем. Не немножко, даже немножко. Высота входа в пещеру 18 метров представляется? А еще второй, третий этаж. Сейчас там сделаны лестницы, дают фонари. А как раньше там люди находились? Вы понимаете, что там люди не жили, они туда приходили, только костры жгли, у них были просто обряды. Они туда приходили молиться, может, за каким-то советом. И то есть там есть такие места, где выходит воздух. И Ольга, научный сотрудник Шульгаташи, говорит, когда я бываю одна, там получается какая-то акустика образовывается, инфразвук, такое чувство, как будто где-то в другом конце зала кто-то поет либо разговаривает. Представляете, она одна находится в пещере, получается, на работе, изучает все, такие звуки. То есть иногда прям такой панический страх охватывает. Потому что там, говорю же, отверстия есть для выходов. То есть если жгли костер, то он выходил туда в воздух. Там есть зал хаоса, получается, такой, где уже много было сталактидов и сталагмитов, они опали. И там вообще сплошные руины. Зал знаков изображен, изображены геноскальные росписи. И еще какие мы еще интересные вещи видели. Меня так полностью очаровало это все. Мне всегда с детства вот этот эпос башкирский соблазнял тем, что я вообще люблю все, что сделано не руками человека, а природой. Мы когда только вошли, нам экскурсовод показала на стене на скале фонарем мы светили, она светила получается красным таким лазером, мы туда посветили фонарем такое лицо человека, она сказала, это как-то изображение Шульгена. Боже мой, такое на самом деле башкирское лицо, типичное, внешность прям просто на камне изображена, то есть это сделала природа. Меня просто трясет после такого. Потом были изображения барана, были изображения мышки природные тоже как будто вот так вырисовывается. Потом, кстати, мы увидели на треноге памятник в честь одного исследователя. Он там погиб, ему было 19 лет. Вот, он не смог выплыть, когда они изучали. На треноге его коллеги поставили памятник. Вот, я когда изучаю про пещеры, про различные, вот у нас в национальном парке есть Сумган пещера, одна из самых глубоких пещер в Европе. Там тоже, получается, погибли муж женой и научные исследователи. Мурадымово вроде тоже кто-то погибал. Флора, а, короче, в пещере кто проживает, 7 видов летучих мышей, тритоны, комары, вот, так, кто же еще, черви различные, вот, это население пещер, говорится. Ну, там вот, мне по запаху, вообще, запаха почти не было, ну, то есть, говорят же, типа, сырость там может быть, запах вообще хороший был, никакого гнилья, никакого, пещера, она получается, карстового происхождения, вымывание пород происходит. Мы живем вообще в таком местности на Южном Урале, где очень все часто происходит, все карстовое происхождение, потому что мы живем в таком местности, поэтому у нас много пещер и рек. то есть, у нас очень, вообще, почему у нас краснокнижное все почти, и животные, и насекомые, и рыбы, и сама растительность, и пещеры, и природа, потому что уникальное место, вот, где я сейчас живу, и Бурзианский район, Кугорчинский район, Мирюзовский район, мы живем вообще в район, все, куда ни плюнь, все, куда ни посмотри, это краснокнижное, это уникальная наша природа, я горжусь своей природой, так, про что еще не рассказала, обязательно съездите, очень интересно, при выходе из пещеры много фит, есть фитомагазин, есть музей бурзианской пчелы, есть музей именно Шульгантаж, сейчас строится историко-краеведческий музей-комплекс большой, есть сувениры, продаются, кафешки с национальной едой, можно спуститься к реке, специально есть спуск, скобейки, посидеть, изображена хижина первобытного человека, то есть есть, она прям настоящий хижин стоит, экспонаты мамонтов, фотографироваться можно, вот, и про пещеру еще хочу сказать, что она до такой степени интересна, это такой интересный объект, это живой организм, на самом деле он дышит, в ней на самом деле есть дух, не нужно не бояться, просто идите и почувствуйте, соприкоснитесь, аналогов нет, это уникальный, уникальная пещера природная, она уже начала формироваться, говорят, 5-6 миллионов лет назад, если я что-то упустила, добавьте, пожалуйста, что-то из своего, из выхода в пещеру, нам показали такую скалу, а на скале, такой типа проем был большой, она говорит, ускорствовода, говорит, это, говорит, драконий глаз, и мы на самом деле посмотрели, как скала вот так получается идет, и вот этот вот проем, который, он как глаз, и как будто бы он на нас смотрит, боже мой, мне вообще так, так интересно, когда фундаментальное что-то, он прямо из пещеры выходит, и прямо вот эта скала, и драконий глаз, как будто вот так вот ящерица, вот так большая на вас, вот так вот смотрит, мамочки, это раз, потом, когда идешь еще в пещеру, есть грот спящего мамонтом, там получается скала и камень, и он такой вот бог этого грота, я вообще обожаю такие вещи, как будто бы профиль мамонта, боже мой, природа с нами разговаривает, она нам говорит, намекает, прямо говорит, чтобы мы помнили свою родину, чтобы мы не забывали, я еще буду изучать, я еще буду узнавать, мне это очень понравилось, я была в одной пещере, в шестом классе, спасибо моему классному руководителю, Галине Ивановне, Султану, что она нас в разные места вывозила, и мы ездили в Шимбайский район, в пещеру Колобок, она маленькая, она круговая, то есть ты заходишь, и выходишь уже с другого выхода, он что меня напугал в этой пещере, в Шульгантаже тоже есть такой шкуродер, когда ты лезешь, у тебя места нет, получается, шкуродер, это когда ты лезешь, и прям сильно трешься об камни, что мало пространства, именно в Колобке вот это и было. И когда вот так мало пространства, очень страшно. Я поняла, что я больше именно в пещеру с таким пространством маленьким не зайду, а вот в Шульгантаже есть такие места, я не такой прям сильный, как говорится, пещероискатель, что по таким местам лазит. Не, именно я ищу энергетику, я именно ищу пространство, я именно атмосферу вот именно находиться. Просто некоторые же одевают там снаряжение, лазают по таким местам. Нет, я не такой человек, я должна просто зайти, послушать себя и видеть, как у меня отзывается на пространство. Легенды послушать, потрогать камни. Вот я такой человек больше. Я люблю все, что именно создано природой, а не человеком. Я природный человек. Когда я слышу такие легенды, когда говорят, типа, вот это камень, это была раньше девушка, она ждала своего возлюбленного, и от горя, и от слез превратилась в камень. Я просто меня трясти начинает. Вот такие вот вещи я люблю. Я как раз недавно читала по весне эпосу «Урал-Батыр» и поняла, что люди раньше были очень осознанно, они были бессмертные, они жили долго. И они, кстати, не ели мясо. Вот нельзя за шрикантаж, он выпил кровь тотемного животного. Считай, выпил кровь. Поэтому люди стали смертными. То есть, а Янбердес, Янбикой, они питались, вот говорят, всем растительным, они ловили только рыбу и птицу, короче, только ловили. То есть, они мясо животных не ели. Вот я со своей стороны рассуждаю. Я видео затягивать не хочу, потому что он потом долго загружается. О, дождик прошелся. О, дождик. Ребята, в следующем видео я расскажу более другие истории интересные. Да, кстати, вот мы отдохнулись, ночевкой были. Там спать просто шикарно. Там домики сдаются. Сон был классный вечером, костер жгли. Они готовили всякой еды. Я ела шампиньоны на костре, они очень вкусные. Помидоров там объелись. Привезли мед, бананы. Ой, бананы. Говорю, арбуз. И обратно потом освещали. Поехали, дождик был. Шикарно. Это мой день рождения, получается. Я так отметила в этом году. Побольше бы таких путешествий. Я теперь буду узнавать другие места, куда можно будет поехать. Если вам интересно, ставьте лайки. Если вам интересно продолжение, другие путешествия, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Извините, если что-то не так сказала. Я только начинаю все это изучать. Я только вхожу в мир вот такого хардкорной, такой природы. всего доброго. Лайк, подписка. Обожаю вас. Былочку. До Messenger.